Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня я хочу вам представить два рецепта для приготовления сыра маскарпоне в Филадельфии. Почему я решила сегодня представить именно этот рецепт? Потому что я знаю, что данный продукт является продуктом не из дешевых, и не в каждом магазине его можно приобрести. И для того, чтобы он был всегда всем доступным, надо всего лишь запастись самыми легкими и доступными продуктами. И начинать их готовить дома. То есть научиться готовить сыр Филадельфии маскарпоне в домашних условиях. И поверьте мне, я гарантирую, что и вкус, и качество вовсе не уступают того продукта, который продается в магазине. Попробуйте, приготовьте дома и сами в этом убедитесь. Во всем этом единственный плюс заключается в том, что надо использовать совершенно легкие и доступные продукты. Сметана, жирные сливки, жирный йогурт, лимонный сок. Вот и все. Итак, давайте начнем с маскарпоне. Я уже тут разложила кое-что из продуктов. Во-первых, я представлю сейчас продукты, которые буду использовать для Филадельфии, но приготовление начнем с сыра маскарпоне. Вот, посмотрите, для Филадельфии нам нужно два жирных йогурта. Я взяла именно два йогурта, потому что вот они весом 150 грамм. Вам нужно один к одному. То есть, сколько у вас сметаны будет, столько и должно быть йогурта. Желательно, самые жирные. Самые жирные и натуральные, без добавок, без сего. Я показываю этот продукт для тех наших друзей, которые живут за границей, именно в Европе. Вот этот йогурт Грегор очень подходит для приготовления этого сыра. Сметану выбирайте любой марки. Выбор на вашу. Только чтобы было 30% жирности. Лимонный сок, вот он у нас уже готов. Это для сыра Филадельфии. А для маскарпоне нам всего лишь нужны жирные сливки. В данный момент я использую жирности 35%, 500 мили. Я сейчас вам покажу. Она у меня была в холодильнике. Вот. Это тоже для тех наших друзей, которые живут за границей. Вот так вот, посмотрите. 35% жирные сливки, 50 мили. Но в этом видео вы найдете также отрывок того, как я грею сливки и добавляю туда лимонный сок. Сейчас оно у меня уже готово. Я подогрела на медленном огне, постоянно перемешивая, не давя до кипения. Это самый главный фактор. Сливки не должны кипеть. Как только начинают появляться пузырьки до кипения, вы сразу убираете с огня и добавляете лимонный сок. И даете остужаться до комнатной температуры. Почему я уточняю, что именно как появляются пузырьки до кипения? Если у вас есть термометр, вы можете с помощью термомета определить, как уже доходит до 80-85 градусов, сразу убираетесь с огня. Итак, дорогие друзья, вот я уже налила сливки в чашу и собираюсь его подогреть. Вот посмотрите, у меня сливки такие, 50 мили, 35% жирности. И самое главное, что я хочу здесь отметить, что сливки, они не должны закипеть, ни в коем случае. Потому что надо быть осторожным, как уже появляются пузырьки перед закипением, надо снять с огня и добавить лимонный сок. Как определить уровень градуса, сколько там собирается закипеть или нет. Если у вас есть градусник, можете с помощью градусника. Там приблизительно оно должно быть 85 градусов. Но если вы не имеете под руку градусник, вы можете определить вот так. Посмотрите, они уже начинают появляться пузырьки. И вот так вот начинают появляться пузырьки. Надо постоянно перемешивать, постоянно. И осторожно, аккуратно проследить, чтобы ни в коем случае оно не закипело. У меня под рукой нету градусника. Я сейчас буду следить по ситуации. То есть, как вот начнут появляться пузырьки, мелкие такие пузырьки, значит уже надо снять с огня. Не довести до кипения. Вот оно уже начинает потихоньку. Вот посмотрите, у нас уже появились мелкие пузыречки. Смотрите, перемешиваем постоянно. И потом добавляем, вот у меня уже готово, 3 столовых ложек лимонного сока. Добавляем и даем остудиться до комнатной температуры. После того, как уже сливки будут остужены, будем процеживать через марлю. Это я уже потом покажу. Первоначально, первый шаг при приготовлении сыра маскарпоне, нужно приготовить сливки. То есть, довести его до нужной кондиции. Кондиции, консистенции. Напоминаю, у меня сливки 35% жирные. Но начиная с самой минимальной процент жирности, у вас могут быть только 25%. Меньше у вас сыр не получится. Но желательно, по моему совету, чем выше жирность сливок, тем намного вкуснее и лучше получится у вас сыр маскарпоне. 30, 35, 33, смотря какой процент вы найдете в магазине. Но чем выше, тем качество будет высоким. Вот, посмотрите, какие у нас пузыречки, посмотрите. Все, я уже добавляю сюда лимонный сок. Нет, я сперва снимаю с огня. Добавляю лимонный сок. Перемешиваю, посмотрите. Посмотрите, с ним ничего не случилось. Теперь, поскольку у нас нет никаких гранул, я возвращаю сливки на огонь. Возвращаю на огонь буквально на одну минуту. Если бы у меня появились немножко гранулы в сливках, это нормально, не беспокойтесь. Но если они появились бы, я бы не вернула на огонь. Сразу бы сняла и дала остудиться. Но поскольку у меня гранул нету, я вернула на огонь. И буквально на одну минуту подержу на огне, сниму с огня и оставлю остудиться, чтобы потом уже продолжить приготовление нашего сыра маскарпоне. Вот так. Буквально одна минута и ясно. И все. Нет ни гранул, ничего. У нас все идет, как должно быть. Минута у нас прошла. Отключаю и снимаю с огня. Посмотрите. Вот так. Оставляю. Оставляю остудиться. И потом уже покажу следующий шаг. Ясно. Итак, для приготовления маска сливки на у нас уже готовы. Берем трушлаг или сеточку. По выбору емкость, где можно будет поставить, чтобы на дно не касалась, сеточка не касалась дна емкости. Очень плотную марли. У меня марли получилась как кухонные полотенца. Так намного лучше. Потому что если у вас будет марлика чуть-чуть тонковатой или тонкой текстуры, все наши сливки пойдут ко дну. А этого мы допустить не должны. Потому что оно должно быть на дне, не наверху, а не на дне. Поэтому нам нужна плотная ткань. Если не имеете марли, возьмите кухонное полотенце. Плотную. В два слоя. Ставьте сюда емкость. Выливаем сюда наши сливки, которые заранее уже я приготовила. В начале видео вы найдете процесс отогрения сливок. Вот так вот. Выливаем сюда. Вот она у нас уже готова. Выливаем сюда. Что мы делаем? Закрываем этой марочкой сверху. Сейчас вы поймете, для чего это. Закрываем. Ставим сюда любую тарелочку. Вот так. Сверху. И ставим банку с водой. Обязательно сверху должна быть тяжесть. Вот так. Для чего это нам нужно? Посмотрите. Сейчас уже начнет капать вода. То есть, та жидкость, которую мы должны процедить. Вот. Ставим сюда. Это все. И ждем. Нам понадобится буквально сколько времени? С 10 до 11 часов. Я хочу вам отметить еще один момент. Кстати, я удивилась очень. Я приготовила первый раз, я приготовила с 30% жирностью сливками. И у меня они были готовы. То есть, сыр маскарпоне получился в течение 7 часов. Но, по идее, они должны были быть готовы ближе к 10-11 часам. Но у меня они получились намного быстрее. Теперь, мне это кажется, связано с сливками. Разные марки, разные, не знаю, консистенции. Мне так кажется. Я связываюсь с этим. Теперь мы посмотрим, через сколько у нас будет готова маскарпоне. Но не должно быть менее 10 часов. 10-11 часов. Это полное время при приготовлении. Я это убираю сейчас в холодильник. И приступаем к приготовлению филадель. Для дорогих. Теперь, для приготовления сыра филадельфи, я сначала в водильной миске смешаю сметану. Сейчас сметана тут вывелась. Смешаю сметану. Смотрите, какая жирная она. Чем жирнее, тем лучше у вас все это получится. Вот так. Потом. Этот йогурт грека очень-очень жирный. Похожий на сметану. Очень жирный. Вот так. Вот так. Это все смешиваем. Потом добавляем лимонный соль. И так вкусно пахнет. Чем имеет привилегию сыр филадельфия? Ну, ингредиенты сыра филадельфия. То, что мы не варим, не греем, ничего не делаем. Только все смешиваем друг с другом. Вот так. И уже стулеваем, где у нас емкость с тушлаком или сеточкой. Что у вас есть, то и берите, и пользуйтесь. Вот так. Чуть-чуть у нас, почему-то миска у меня маленькая получилась. Ну, ничего. Все равно она хорошо ссана. Сейчас мне это все аккуратно перемешиваем. Конечно, я тут немножко накладно скинула все. И сюда, внизу, где у нас. Так, посмотрите. Она уже сейчас начнет капать. Марлечка у нас тоже очень плотная. Очень плотная. Похожая, как вот кухонное полотенце. Опять-таки, края аккуратненько сюда закрываем. Сейчас поймете, почему. По той же схеме, что и маскарпоне. Тарелочку, любую, по вашей емкости. Вот так, сюда. И давайте вот так вот поставим. И сверху любую тяжесть. Можете банку с водой. И в холодильник. Как внутри уже не начнет капать. То есть, вся вода, то, что вот лишняя вода, будет уже на дне. Значит, наш маскарпоне в холодильнике уже готов. Но, минимум 10 часов. 10 часов. Должен вот так вот в холодильнике просаживаться. 10 часов минимум. Итак, дорогие друзья, давайте подождем. Результатов нашей деятельности. Подождите. Наш сыр Филадельфия уже готов. Дорогие мои друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Посмотрите. Вот такая тонкая, нежная. И очень-очень вкусная, аппетитная. А вот у нас маскарпоне. Оно тоже очень хорошо получилось. Вкусно. Плотная консистенция. Посмотрите. Посмотрите, какая вкуснятина. И я уверяю вас, что крем из-за этого получится бесподобный. Посмотрите. Вот так вот. Напоминаю, я здесь использовала 500 миль сливок 35% жирности. Посмотрите, чем жирнее, тем оно получается более качественное. А здесь мы использовали 1 к 1 300 грамм сметаны и 300 грамм очень жирного йогурта или лимонный сок. Приятного аппетита, мои дорогие. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал в YouTube, чтобы встретиться снова. И не пропустить следующие видео. На сегодня все. До новой встречи. До свидания.